Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по книге Равкука «Уроду Чува». У нас сегодня 12 глава, 2 и 3 абзацы. Всем добрый вечер. Я очень рад всех видеть. У нас был перерыв, но сегодня мы вернемся. Добрый вечер, кто к нам присоединился. Текст виден, да? Я выключил все микрофоны. Когда захочет что-то сказать, включите себя. Итак, добрый вечер. Мы продолжаем. Двенадцатая глава, абзац 2. Если углубиться человек в сущность Чувы, найдет он в ней источник мужества и содержания, наиболее основательное для жизни практической и идеальной. На самом-то деле, мне нет особенно, что здесь добавить к этому отрывку, кроме некоторого подчеркивания слова «мужество». Что, в общем-то, конечно, чтобы делать Чуву, нужно быть немножко героем. Да, нужно мужество, потому что это очень неприятно, это стыдно вначале, это нужны силы, в общем-то, как-то бороться с самим собой. Нужно мужество и стоять против общества, и стоять против близких, и стоять против себя. И человек, понимающий именно сущность Чувы, углубиться в сущность Чувы. Как мы определим, постоянно сущность Чувы – это вера в возможность исправления. И эта вера, она дает, конечно, мужество и содержание для жизни. Когда я смотрю на жизнь, как глазами по-взрослому, оптимистичным взглядом, не по-детски, то этот взгляд дает мне, конечно, силы и наполнение для практической реальной жизни. Когда я смотрю на жизнь оптимистично, в том смысле, что ее можно улучшить. Даже если улучшение… Пропал. Ага. Ну, подождем. Нахама, меня не слышно? Сейчас слышно. Слышно. Значит, я… Было не слышно целую минуту, наверное. Проблемы, видимо… Может, полминуты. Значит, я говорил, что про углубление в Чуву. Чуву мы определяем, как даже корень Чувы, как вера в том, что мир исправляем, что возможно исправить мир. Соответственно, получается, что мой взгляд на мир, он оптимистичный. По-взрослому оптимистичный, не инфантильный, оптимистичный. И это дает, конечно, мне содержание для моей жизни. И вообще для жизни, и смысл для мира, и так далее. Именно поэтому углубление в Суть Чувы дает человеку и источник мужества, и содержание, основательное содержание для наполнения жизни. И практическое, и идеальное. Ну, как-то, в общем-то, все, что мне есть сказать о вам. Кто-то хочет что-то сказать по поводу нашего отрывка? Во-первых, содержание наиболее основательное. Может лучше сказать, основа наиболее содержательная? Что? Рома кора гура – это тохан и ютера и суди. Нет, все правильно. Наиболее базовое, основательное содержание. То есть, это интересно задуматься о том, как человек вообще видит, в чем видит содержание своей жизни. И насколько оно может быть и суди или не суди. То есть, базовое… Ну, наверное, связанное с чем-то… Основополагающее. Основополагающее. Да, да, да. Вот. И иногда мы совершенно неверно как-то понимаем содержание своей жизни. То есть, может быть, я преувеличу, но мне кажется, что… Вообще, одно из важных, так сказать, свойств вторых, свойств человека – это рассказывать истории про себя. Да. То есть, вторая эта история, в смысле… Как это сказать… Рассказ, да? Приключение. Алила. Я не знаю, как по-русски. Я всегда затрудняю. Нарратив. Вот. Какой-то сюжет. Какой-то сюжет. Сюжет, да. И тоже самое с моей жизнью, что я… Вот содержание своей жизни я вижу как какой-то сюжет. И одни понимают это, так сказать… Ой, извини, я очень далеко могу уйти от этого. Была какая-то пьеса, которую я читала, которая после какого-то вечера рассматривала два различных развития событий. И в одном случае он принимал предложение какое-то там директором фабрики и женился на одной женщине. В другом случае он продолжал оставаться ученым и женился на другой женщине. И там события совершенно развивались по-разному, абсолютно. В одном случае он оставался таким вот мещанином-бюрократом и считал, что он прекрасный выбор сделал. Он теперь такой большой человек, директор института и тем известен. А в другом он становится мировым ученым, который ездит по заграницам, участвует во всяких конференциях, прославлен и так далее. И вот как человек смотрит на средство своей жизни, он всегда видит как бы что-то одно. А может быть на самом деле там скрыто что-то другое совсем. Я не знаю, правильно я понимаю. То есть вы хотите сказать, что даже смотря под углом исправления мира, мы не всегда знаем, а какое исправление на самом-то деле мира, оно более лучшее. Чем мне заниматься лучше, книги писать или картошку копать? Ну, не знаю. Ну, вообще, все, что с тобой в жизни происходит. Ты обычно… Да, и что от меня Всевышний хочет, и все, что произошло, какой смысл этого был. И в зависимости от того, где ты начнешь, с чем закончишь, и какие там приведешь… О чем расскажешь, о чем умолчишь, допустим, да? В этом рассказе это совершенно… Получатся разные содержания. Вот. И это… Но при этом оно еще бывает… Практически бывает идеальное. Вот тут как бы… Вообще, я не знаю, надо… Мне кажется, стоит о чем-то задуматься, да? Что значит идеальное содержание? Нет, ну, мне кажется, идет речь о… Как это сказать… О идеях, которыми человек живет. То есть ведь у каждого человека есть какая-то своя философия. То есть о построении своей философии жизни в целом. Ага. И религиозной своей философии в том числе. Что-то в этом роде. Да, и вот она… Из понимания, суть от швы, она… Она может быть совсем другая. Увидена по-другому. А я идеально воспринимаю здесь, как в будущем это будущее. Как мы смотрим на будущее… Вот, допустим, вот тот взгляд, который мы продвигаем, то понимание от швы, что это бесконечное продвижение вперед, бесконечное улучшение швы, как бы, которое… Продвижение вперед – это, допустим, меняет мой взгляд даже на будущий мир. Как я его вижу вообще? Эта картинка, она в будущем, она динамична или статична? Это мне сегодня меняет мой взгляд? Вот. Да, мне кажется, это ключевое такое… Дилемма такая – динамична или статична? Потому что взгляд швы, он побуждает видеть динамику во всем. О, и опять… А теперь, если мы… Да, дальше… Да нет, я, собственно, что хочу сказать, что человек… Если мы оторвемся… Да, да, все нормально. То есть, если мы оторвемся от нашего определения постоянного швы, это как продвижение вперед. И… Попробуем перецепить сюда вот стандартное объяснение, определение, что вот как бы… Исправление грехов… Как это вообще… Это понимание, вот такое, допустим, абзац… Не слышно? Человека, мира, человечества и так далее… Не слышно? Появился, пропадал. Ненадолго. Вот что… Вот именно такое объяснение швы очень много объясняет. Если сказать по-другому, то, мне кажется, вообще это предложение было бы непонятно. Хорошо. С вашего позволения перейдем на третий абзац. Он немножко более длинный, чем наш второй? Хорошо. У меня будет небольшая провокация посреди. Хорошо. С вашего позволения. Как необходимый ценный шва, освещающий горизонт всей жизни, духовные каналы засоряются из-за грехов человека. Божественная жажда и все ее сосуды, а именно, отблеск морали в сердцевине души, требующий воплощения в деяниях и личных качествах. Колеблется, начинает биться, трепетать движением жизни и снова падает. Из-за того, что грязь в преступлении отелящает его, как тот, заливший гиль. И не только грехи отдельного человека, но воспринимают грехи общества. Мы видим, что грехи и человека, и общество, как гири, тянут человека вниз и не дают ему приблизиться к Богу, допустим. Вести моральный, более духовный образ жизни и так далее. Соответственно, вывод из этого, как праведный человек должен себя вести по отношению к неправедному обществу, в котором он живет. Мой личный, естественный вывод из противного до сих пор – это стать учеником, отдалиться от неправедного общества, в котором мы живем. Я правильно говорю? Правильно? Естественная реакция. Где написано? Нет, непонятно. Нет, нет, нигде не написано. Я вывод делаю из того, что мы прочитали. Я делаю вывод. Я остановился. Специально. Это провокация. Смотри, в какой обществе идет речь? Если тебя, так сказать, завлекли в мафию, например, составляют там или там на КГБ работать, не знаю, иногда нужно есть какие-то общества, из которых надо отдалиться. Безусловно, иногда нельзя, конечно, нет, да, безусловно, конечно нужно. Но мы сейчас смотрим в общем, да, у нас сейчас очень общий взгляд, и вот здесь мы сейчас будем проголосовать, читать. Уповающие на свет Бога страдают от грехов общества в целом. То есть они гораздо более чувствительны к грехам общества как общества. Они как грехам всех, которые им в 12 ночи дрелью сверлить стену. У них чувствительность к грехам общества. Им, соответственно, им в первую очередь нужно от общества отдалиться. Их любовь к народу непостижимо сильна. Сущность добра в их душах жертвует именно благо для общества. Однако общество при приближении их к нему способно запятнать свои прикосновения из-за приставших к нему грехов. Однако истинные праведники добровольно выдерживают все засоры, все страдания материальные и духовные, лишь бы прийти к цели. Просвещать и творить добро. Умножать святое благо и свет. Прокладывать торную дорогу для света Бога и приятности Его. Чтоб проник Он беспрепятственно в каждое сердце и каждый дух. Дабы нашлаждались все божественным благом. Дабы возрадовался Бог своим творением. Итак, праведники, они более чем простые люди или, допустим, страдают в их обществе и они более чувствительны. И они более чувствительны к уровню общества. И абсолютно естественным для них движением было бы именно затворничество. Отодвинуться от общества. Но именно праведники, у них общий вектор совсем другой. Не как избежать собственной боли. И не как и где мне лично, дорогому, хорошему будет приятнее и лучше. А праведники стремятся улучшить, поднять общество. И поэтому, не знаю, не поэтому. Они его любят. Это у них база. Это базовое ощущение. Это у них базовое. И поэтому, несмотря на то, что они более чувствительны к грехам общества. И гораздо больнее они из-за своей любви к обществу. Они к нему приближаются, несмотря на то, что общество действительно может его опустить с его уровня, загрязнить. Это те самые страдания, которые праведники принимают на себя с любовью. Потому что они любят общество. Это немножко похоже на какой-то, не знаю. Которая с любовью может испачкаться в детских каках. Потому что она ребенка любит. И она не будет брезгливо к нему относиться, несмотря на то, что он сделал в штаны. Почему? Потому что есть любовь. И вот здесь то, что я сказал немножко провокативно. Что вот читая начало, мы приходим к тому выводу, который я сказал. Что естественным движением должно было бы быть отдалиться. Потому что грехи отдельного человека засоряют жажду божественную. И тем более общество. И на праведников это влияет сильнее. Но праведники в данном случае они вот как-то любящая мать, которая с любовью готова испачкаться в этих грехах общества, но с тем, чтобы поднять общество. То есть мы видим здесь не такого вот праведника, который живет, то что в европе называется Мигдаль, а в башне слоновой кости, где-то там далеко от народа. А наоборот. Это те самые праведники, которые близки к народу и им важно очень поднятие народа даже более, чем собственное личное поднятие. В духовных вещах нужно быть эгоистом. Нужно в первую очередь забыть о поднятии. Вот нас Раф здесь учат, что праведники – это вера. И естественно своим движением они альтруисты не только в материальном, но и в духовном тоже. Сейчас мы это попытаемся обсудить и прочесть еще раз с самого начала, пока я хочу остановиться и дать вам слово. Пожалуйста. Я хочу сказать, что, например, я же в Москве нахожусь, в Галуте, конечно, это еще заметней. Особо остро это все стоит. И вот тут вот это праведническое отношение к людям, оно очень помогает жить. Ну, вот такого рода отношения. Потому что, ну, в сущности, действительно, как в детских экскрементах испачкаться. Потому что нету ничего такого, чтобы люди хотели плохого тебе или ты хотела им. Но они какие-то другие. По-доброму, но другие просто. Ну, вот как-то так вот, я думаю, можно выжить вот в этом обществе. А, ну, вот, да. Спасибо, Виктория. У меня такое ощущение, что… Ширель, Лена начала говорить, а потом… Ах, да. Не, я подожду, Ширель. Нет, первое, я просто хотела сказать, такое очень сильное ощущение, что раб говорит о себе. Вот о своем времени, о своей ситуации. И, в общем, да, так прямо видишь его, в роли этого праведника, о котором идет речь. Спасибо, Ширель. Это безусловно. Это часто мы видим, когда раб говорит какие-то общие вещи, мы видим, что это раб говорит «да». Спасибо, Даша. Да, Елена. Ну, я извиняюсь. Извиняюсь. Я хотела сказать, знаете, ничего же, что я другого человека приведу здесь. Вот у Урия Гершовича есть такой пример про вот этот метод медраширования, да. Просто он, мне кажется, очень походит здесь. Что он говорит, что человек верующий, например, находится он в тюрьме, да. И чтобы понять, что ему делать в данной ситуации, он как бы анализирует, можно сказать, Тору, да, при помощи вот этого метода. И, исходя из этого, делает вывод, что ему нужно в данной ситуации делать. И так в любой ситуации. То есть, мне кажется, ну, как бы, сам еврейский народ с заповедями это и есть, ну, как бы, так и должно быть, чтобы в соответствии с заповедями, в зависимости от того, какая ситуация, ты должен поступать вот, ну, как тебе предписано. Извиняюсь. Спасибо. Я обобщу то, что вы сказали. Здесь вот, Ширель, спасибо, да, вы упомянули, что надо говорить о себе. А мы можем часто взять и расширить это, безусловно. На весь еврейский народ по отношению к всему человечеству. И это расширить так, то народ, несмотря на то, что он один, он должен идти на контакт с человечеством и работать так, его работа, это любовь к человечеству, его поднятие. А не, единственный вопрос, а что вот мне как, что хорошо евреям и все. Для того, чтобы всем было все хорошо, нам нужно как народу действительно обособиться. Своя земля, своя страна не слишком смешивается. Но вот на уровне идеи, безусловно, сегодня у нас существует две идеи. Одна, это вот действительно вопрос, что хорошо для евреев, все остальное нам не важно. А второе вопрос, что евреи, они выступают как священнослужители для всего остального человечества. И тогда евреи здесь, это какой-то самый праведный, в виде народа, конечно, не отдельного человека, которому важно благосостояние всего человечества, а не только свой личный высокий духовный уровень. Так что вот я вот немножко, это не то, что вы сказали, но мне кажется, я немножко расширю то, что вы сказали. И можно вот наш отрывок понять так. То есть можно понять его, смотрите, более конкретно, Штурал говорит про себя. Можно понять это более шире, шире, шире Штурал говорит, допустим, здесь, видимо, он говорит все-таки про частность, можно это расширить и сказать, что мы речь идет про еврейский народ и человечество. Смотрите, это немножко драж, это немножко все-таки натяжка, мне кажется. Но это как драж и как натяжка, это хорошо ложится на этот текст. Какое у меня ощущение. Но в этом смысле можно понимать, в одном месте Раф так объясняет разногласия между Иуда и Иосифом. Они все понимали, что они должны служить вот таким праведником для человечества, то есть не отделяться полностью, но влиять на него как-то. Но Иосиф считал, что нужно делать изнутри, то есть рассеиваться среди народов. И они сказали, а ты так считаешь? Ну тогда вот пойди и делай это. То есть это у Рава Кука я очень упрощаю. Я не помню, где точно написано, могу стараться найти. То есть вообще говоря, тут разные стратегии, но можно рассеяться среди других народов и действовать оттуда. Как эти праведники. Или наоборот, на уровне народов работать, когда каждый народ, он как бы параллель личности. И как народ мы тоже действительно страдаем от того, что у других народов там моральный уровень может быть не очень. И это как-то влияет вообще на дешево всего человечества и на нас самих. Но тем не менее мы как народ должны как бы участвовать в общем, не отделяться от всего мира как народа. Спор между Иудой и Юсефом он спор тактический. Цель она одинаковая. Тактический, да. Тактический. Как ее реализовывать, так или иначе? Мы здесь говорим про цель. Потому что иногда есть люди, которые говорят, цель она еврейский народ, а все остальные это не интересно. Есть такое, к сожалению, у нас. А вот то, что Равко говорит и то, что мы предлагаем, это совершенно другое. Наоборот, еврейский народ должен быть отдельным. Как священники они отдельные. Но он, в общем-то, не ценен сам по себе, а ценен как представитель и за его работу для того, чтобы все человечество поднялось и служило Богу. Спасибо на самом-то деле, потому что этот взгляд, посмотреть его не в более конкретном воплощении, а в более общем, у меня его не было до этого урока. Да, вот так с вашей помощью я подумал, что это тоже возможно. Хорошо. Значит, если никто ничего больше не хочет сказать или что-то не хочет сказать? Я немножко хотела сказать. Здесь говорится о праведниках, причем там такое выражение, то есть какие-то особенные, избранные, то есть редкие какие-то люди, которых в поколении несколько человек можно по пальцам пересчитать. Вот. А как к этому должны относиться мы, обычные, в общем-то, люди, которые не претендуют на особую праведность? То есть какой урок для себя лично мы можем отсюда извлечь? Да, 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 спасибо. Отличный, отличный, отличный вопрос. Огромное спасибо Нехаму. Действительно, вот... Ширель, Нехам. Ой. Ширель, конечно, я извиняюсь. Да, да. Ну, вопрос, вопрос очень-очень-очень к месту, очень важный. Я немножко хочу по его поводу расширить. Смотрите, обычно, как я привык, до Равкука. Действительно, когда мы упоминаем там всяких там ангелов, больших праведников, мы понимаем, что вот есть мы и есть они. Для них, как бы, ну, как сказать, свои законы немножко, для нас свои. И, в общем-то, связи особенной нет. А вот, читая Рава, у меня постоянно становится впечатление, что даже когда мы говорим про каких-то высших праведников, что-то от этого касается нас тоже. Не напрямую, но вот что-то похожее, что-то вот в наших масштабах надо немножко это масштабировать для нас и понять тоже. И что для нас тоже, то есть, допустим, как идея. Может быть, личное поведение нам лучше, как вот личным людям, действительно, вот как Нехан сказала в начале, там, не ввязываться в каждую муфиозную банду и пытаться там их поднять наверх. Может быть, правильно, в смысле реального поведения, это держаться от них на расстоянии, чем больше, тем лучше. Но вот впитать в себя идею, что на самом-то деле это вот расстояние, оно вынужденное. А то, что я хочу, это я хочу дшевы, это я хочу исправления всего, не только себя, всего мира. И впитать в себя вот эту вот идею, что есть такие люди, есть такие народы, есть такое общее движение жизни, которое идет за исправление всего. И поэтому оно не брезгует, как это, засучить рукава, возиться с этой жизнью, то это как идея, это нам важно, и как даже вот какое-то вот воплощение тоже. Мы не брезгливо будем относиться к жизни со всеми ее спадами и грязью, и неморалью, несмотря на то, что в каких-то конкретных технических, конкретных вещах, в работе режимов, то вот здесь нам нужно просто отойти и не вмешиваться. Но вот мне кажется, что вот эта вот идея, которой живут вот эти вот высшие праведники, для нас она тоже важна, и не просто так Рав это пишет. Действительно, были такие, кто рассказали, что Раш пишет это, в общем-то, он описывает состояние своей души, и нас это не касается. Есть другой подход, который я, в общем-то, вижу. Да, Рав описывает состояние своей души, но нас это касается, это написано для нас. Да, книгу «Урод от Шува» Рав Кук писал для себя и учил ее в месяц и лун. Да, это написано также для нас. Есть место, где Рав пишет, что когда он писал эту книгу, он очень сомневался по поводу секретов истории, что скрыть, что раскрыть, насколько раскрыть, насколько скрыть. Он очень-очень сомневался вот в этом. Поэтому это, безусловно, написано для нас, и мы должны для себя искать, с какой стороны это нас касается, и это обязано нас касаться. Поэтому, Ширель, огромное спасибо за вопрос. Вопрос он очень к месту. Ну, вообще, в общем и целом, это идея того, что человек должен спускаться, скажем так, условно, вниз, в какую-то грязь для того, чтобы… То есть, она очень проблематична, и вот с каждым там, когда Шартай Бен-Джи, да, он там принял исламу, он, так сказать, этим как бы оправдывал. Неважно там, в чем было дело. И другие, так сказать, его последователи, франкисты, они там вообще дошли до того, что они… Шальцевала, ну, что он заповедовал нам, да, нарушать. То есть, будем сознательно нарушать для того, чтобы потом вытащить оттуда положительное содержание, искры, да, которые есть даже в самых тяжелых нарушениях, как бы есть какое-то положительное содержание, я должен их оттуда вытащить, я должен туда спуститься. И это, так сказать, некоторые люди, может быть, оправдывают свое дурное поведение, свой разврат или свое, как бы, падение тем, что они вот сейчас упадут, а потом встанут, и все это вытащат и поднимут на более высокое. Поэтому саму идея, вообще говоря, она опасна. И это мне напомнило то, что вы сказали сейчас про то, что он сомневался, что открывает, что нет. И в данном случае тоже, как бы, вот так вот, когда этот праведник пишет очень осторожным языком, да, он пишет про исключительных праведников, про того праведника, который страдает от этого, действительно реально страдает от этих грехов, но они тяжелые, не то, что они его привлекают. Вот тогда, наверное, у него есть силы это все повлиять. Ну, вообще говоря, сама в себе, конечно, идея очень крутая и опасная. Спасибо, Нехама. Идея, безусловно, опасная. Мне кажется, действительно, вот то, что я не обратил внимание, а Веда и Раф тоже. Именно поэтому здесь речь идет о единичных больших праведниках. Идея реализуется в действии, а всем остальным – это только идея. Это не то, как мы себя ведем в мире. Мы, как мы сказали. Поэтому спасибо за ваше замечание, оно действительно очень вместо. Эта идея, ну, идея как идея тоже на меня влияет. Она меня делает более мимо так, она делает меня более таким сладким, более… Я прислушиваюсь больше, я чувствую больше, я больше человечным. Как идея не вот… Вот для нас это важно как идея. Для праведников это, что называется, путь жизни. И нельзя их путать. Действительно, если мы это возьмем как путь жизни, не являясь такими вот великими праведниками, мы действительно… Понятно, поэтому эта каббала действительно, это действительно, конечно. Поэтому эта идея… Раф здесь ее очень-очень аккуратно и осторожно нам подал. Конечно. Да, Нехама, я абсолютно согласен. И ваше замечание, оно тоже очень важно и очень интересно. Я хочу сказать, что вот своей книгой Раф Кук объяснил, что позитивный взгляд на мир – это единственное возможное существование, чтобы и себе нервы не портить, и к людям хорошо относиться. Вот это вот то, что я почерпнула, вот пока мы учим Рафа Кука, да, это вот… Он помогает жить просто-напросто. Да. Взгляд Рафа очень оптимистичный, но он как это… он не отмахивается от проблем, от трудностей, да. Он, мне говорит, их нету. Он их видит во всей глубине, и тем не менее у него очень оптимистичный взгляд, да. Конечно. Он нас учит относиться к грязи не как к грязи. В его устах она перестает быть грязной. Это мир, это жизнь, это работа, и твое отношение… Собственно, грязь – это в нашем отношении. Она может таковой и не быть. Это тоже немножко опасно, потому что таки она грязь, и здесь она грязь, но тем не менее, что она грязь, из-за любви праведник туда идет. Здесь сказано, что это грязь? Я прошу прощения. Давайте напоследок. Нам осталось пару минут. Я в заключении… Немножко мы останемся на начале, который мы пропустили. И на этом мы подытожим сегодняшнюю встречу. Было очень-очень приятно. Жаль, что кого-то мы еще не услышали. Тимур, но… Таня, но в следующий раз или в этот тоже. Хорошо, давайте тогда еще раз прочитаем текст. Как необходима и цена тшува, освещающая горизонт всей жизни. Почему? Духовные каналы засоряются из-за грехов человека. Связь с Богом становится канал загрязненным. Божественная жажда и все ее сосуды, а именно отблеск морали в сердце души, требующий воплошения в деяниях личных качествах, колеблется, начинает биться, трепутать движением жизни и снова падает. Из-за того, что грязь в преступлении отягощает его, как толстый слой налившей глины. Плохо. А тшува мне помогает забросить эту грязь, канал становится чистым и моральное движение, близость к Богу, канал расчищается. Но это видение. Раф хочет перейти к обществу. Не только грехи отдельного человека, но в особенности грехи общества. Грехи общества влияют также на личного конкретного человека. Единичные избранники, уповающие на свет Бога, страдают от грехов общества в целом. Обычные люди нет. То есть, да, не на другом уровне. А праведники страдают, даже если им лично никто не мешает. Мы страдаем лично, когда нам конкретно вот несправедливое общество, нас там забрали жену за стенки в КГБ, то вот мы страдаем или тебя забрали. Нам плохо. Праведник страдает из-за того, что общество несовершенно. Но тут получается, что не только это, это мешает ему сделать шуву. Да. Отлично. Спасибо, Нахар. Безусловно, это мешает ему к его связи с Богом. Его канал связи с Богом загрязнен из-за его приближения к обществу грешному. Безусловно. И праведник с любовью это терпит и это отдает. Он не отдаляет от общества, а наоборот к нему идет, потому что он любит общество. Он приносит в жертву как будто свою любовь к Богу, свой чистый канал связи с Богом, потому что он хочет воплотить в мире желание Бога. А это исправление и поднятие мира. Да, Нахама? А как это получается? Почему я не могу, оставаясь в связи с миром, который далек от совершенства, при этом быть в связи с Богом? Это от того, что я не могу… Равдик пишет. От того, что это все засоряется, например, я живу в этом неправедном, скажем… Ты приближаешься, мир на тебя влияет, мир тебя пачкает. По крайней мере, то, что пишет Равдик. Я понимаю, да. Потому что ты сам как бы… Да, я поняла. Мне кажется, здесь очень интересная тонкая грань. Вот я сейчас подумала, ведь обычный человек может и не страдать так сильно от этого. Почему? Потому что он говорит, это не я. Он говорит, вот я такой чистый, хороший, я этого не делаю. Он смотрит на другого и говорит, это не я, это другой. А праведник, он понимает, что на каком-то уровне мы все связаны, мы все одно целое. И он не может так сказать. Ну, не знаю, вот мне так показалось. Отлично, отлично, отлично. Спасибо, спасибо. Спасибо. Да, да, да. Я тебе так понимаю. Единичные избранники, уповающие на свет Бога, страдают от грехов общества в целом. Их любовь к народу непостижимо сильна. Сущность добра в их душах жаждет именно блага для общества. Почему? Давайте перепрыгнем на последнее предложение. Дабы возрадовался Бог своим творением. Даня Бога, чтобы мир улучшился и поднялся. Праведники отдают как-то, мы кривим, как это сказать по-русски. Они жертвуют своей связью с Богом, с тем, чтобы выполнить его волю, его желание. И это не как жертва. Для этого праведника это основа жизни, любовь к обществу. Не потому, что он любит Бога, а Бог любит и хочет. Он поэтому любит общество. У него нет этого всего, вот этого пальца. Он любит мир. Он любит человечество. Он любит народ. Для него это естественно. Он праведник. Сущность добра в их душах. Да, это сущность добра в их душах. Естественно, это базовый уровень. Сущность добра в их душах жалит именно благо для общества. Однако общество при приближении их к нему способно запятнать своим прикосновением из-за представших к нему грехов. Однако истинные праведники добровольно выдерживают все засоры, все страдания материальные и духовные, лишь бы прийти к цели. Просвещать и творить добро. Умножать святое благо и свет. Прокладывать в сторону дорогу для света Бога и приятности его. Чтоб проник он беспрепятственно в каждое сердце и каждый дух. Дабы насладились все божественным благом. Дабы возрадовался Бог своим творением. Хорошо. У нас закончилось время. Поэтому здесь мы закончим. Спасибо всем, кто с нами сегодня. Я очень рад и с Божьей помощью. До следующей встречи. Через неделю. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.